Девушки отдыхают В современном киберпространстве Внутри нового IT-парка Неспроста все наши заведения Находятся в общественном пространстве Так мы стремимся быть ближе к народу И продвигаем хороший кофе в массы Ведь именно это мы видим Своей главной ролью я и моя команда Поэтому целевая аудитория у нас Совершенно разная И даже глава республики Пару раз пил у нас кофе Самые верные постоянники Настолько наши фанаты Что мы предложили им стать Нашими аббасадорами Кстати одна из них приехала Вместе с нами и за нас Болеет сейчас Также у нас есть еще одна важная миссия Это популяризация Татарского культурного кода Через призму кофейной индустрии Поэтому название кофейни Мы выбрали именно татарской Но и тут не все так просто У названия три варианта Каждый из которых отражает Наши ценности и идеи Сейчас мы подробнее расскажем о нейминге Изначально кофейня называлась Минь, что в переводе означает Родинка Ведь если на карте любого города Маркером отметить все кофейни То это напоминает нам О родинках на теле человека У каждого они уникальны Как и кофейная комьюнити города А для большинства нетатароговорящих людей Наше название удобнее произносить Как минь Что в переводе означает Я А для нас я Это каждый человек Который соприкасается С нашим брендом Будто гость Поставщик Мы сами бариста Или обжарщик Так даже через название Мы стали чуть ближе к людям Ну а третье название Придумали Сами наши гости Некоторые из которых Произносили Это название Как минь А это мое настоящее имя Так мне удалось интегрировать Свой личный бренд Название своей кофейни Наш логотип Это интеграция Кофейной веточки И татарского орнамента А зеленый цвет Мы выбрали Потому что является Одним из национальных цветов Республики Татарстан Еще одной нашей особенностью Является то Что в каждой кофейне Мы придумываем Отдельное меню Авторских напитков Посвященное одной тематике Так мы расширяем Кругозор для наших гостей А для себя Даем возможность Поэкспериментировать И тут мы подумали Что мы еще можем Дать нашему городу И решили помечтать И представим кофейню Нашей мечты А вас предлагаю Оказаться частью нашей мечты Итак Я представляю кофейню Которую мы еще не открыли Но к реализации которой Мы медленно и верно идем Но для начала Давайте для атмосферы Включим нашу музыку Итак Я представляю Наш будущий проект Который будет называться Менталитет Первая часть названия Отсылает нас К первому проекту Сетикафей Мин А само слово Означает Что мы сохранили Нашу главную идею Это сохранение Культурного года Но в более глубоком Его понимании Логотип почти не тронут Лишь повернут В форме роба Что означает Что в этот раз Мы хотим посмотреть На кофе И наше дело По другим углом А вместо Национально зеленого цвета Появится новомодный синий Сила доброты Верности И творчества Мы мечтаем Открыть кофейню В историческом центре города Например В старой татарской слободе Неподалеку От озера Кабан Где по легенде Своё золото Спрятала царица Сюембике Это будет полнорформатная кофейня С современными видами завтраков И бранчей Но с татарским уклоном С небольшим количеством Посадочных мест С уютным ламповым светом Но главная зона Это барная стойка Не только потому Что это сердце нашей кофейни Но и пространство Для новых открытий Для нас И наших гостей Здесь мы планируем Организовывать кофейный Шейф-тейбл То есть раз в неделю Для гостей Мы будем готовить Сет напитков С сопровождением десертов И смолтоков Так же, как мы это делаем Для чемпионата Для студий В этой кофейне У каждого из нас Будет главная роль Я идейный вдохновитель И лицо бренда Маша Хранительница Хорошего настроения И сервиса Для каждого гостя А Рафаэль Волшебник-миксолог И открыватель Новых сочетаний вкусов Для кого мы будем работать? Для тех, кто устал от подсевненности И хочет открыть новые грани вкуса Будь то просто гость Или профессионал кофейной индустрии Такий, как вы Сейчас я раздаю вам буклеты С нашим дринк-меню В котором вы найдете Полное описание напитков И их фото Ознакомиться предлагаю вам Чуть позже И забрать После выступления с собой А сейчас вы можете заметить Перед собой веточку багульника Это растение появляется Во многих легендах разного народа В каких-то она дурманит голову В каких-то Истоляет болезни Но сегодня она вам Поможет перезагрузить ваш разум И очистить его Перед погружением В нашу атмосферу Поэтому Отложите, пожалуйста Ваши оценочные листы И хорошенько Потрите веточку багульника У вас в руках И затем Послушайте аромат Своих ладоней Также перед собой Вы можете увидеть Электрический цветок Он появляется Во многих Во многих кухнях Высокой И миксологии Он съедобный Мы предлагаем вам Откусить часть цветка И разжевать его Первые покалывания Будут похожи на глоток Игристого вина Который потом сменяется свежестью И небольшим А не менее языка Ваши вкусовые рецепторы Очищаются Их чувствительность Повышается Не беспокойтесь Это ощущение Скором времени пройдет Обязательно попейте водички Мы подготовили для вас Теплые комфортные температуры И сейчас мы готовы вам Подать комплементарный напиток Который не нужно будет оценивать А лишь наслаждаться вкусом Итак Комплементарный напиток Является наш Первый авторский напиток Для проекта МИН А именно Татарский РАФ Несмотря на то, что Напиток называется РАФ Мы заменили кофе На экстракт черного чая Который мы выбрали Через кофе в машину Также в этот напиток Вошли такие ингредиенты Как топленое молоко И сироп из душицы Ведь исторически Татары любят Пить чай с молоком С травами Итак, давайте запишем Рецепт сиропа из душицы Чуть позже Он нам пригодится Для его приготовления Нам потребуется 250 грамм белого сахара 100 грамм сушеной душицы И 1 литр теплой воды 8 градусов Все это мы перемешали В блендере Наставили 10 минут И процедили Этот напиток Быстро полюбился Нашим гостям И лучший комплимент Который мы получили От гостей этому напитку Вкусно Как у Абики в деревне Поэтому предлагаем вам Сейчас Прочувствовать Бестеприимство Татарских деревенских бабушек Добро пожаловать Или, как говорят в Татарстане Рихимитегис Итак, давайте перейдем К подаче основным напиткам На идею Первого напитка Нам подсказал Один классический Популярный Кофейный коктейль Который называется Ариш кофе Несмотря на то, что Исторически он Ирландский В Казани его очень любят Что мы решили Придумать Безалкогольный Твист На этот напиток Придать ему Татарский характер И назвали Татариш Такой напиток По 120 грамм По 120 грамм На каждую порцию Использовав рецепт При этом 30 грамм Молотого кофе 400 миллилитров воды Температура 95 градусов Настаивали все это В клевере Около 4 минут Особенность этого кофе Является То, что зеленый кофе Перед обжаркой Хранили в бочке Из-под виски Что дарит ему Алкогольное послевкусие И подходит под концепцию Напитка Сладкой частью Является домашний сироп Который напоминает нам По вкусу Чернослив томленый в утке Нас очень удивило Это сочетание вкусов И мы решили его оставить Ведь утка с черносливом Является одной из главных Блюд татарского народа Для того, чтобы его приготовить Нам нужно 20 грамм копченой груши Что подчеркнет Сухофруктные ноты Нашего напитка 15 грамм Сыра горгонзола С ароматом Медовой дыни Что подчеркивает Перуар Гватемалы 50 грамм сахара Мускавадо С послевкусием фиников И 200 грамм воды Все это мы варили На медленном огне В течение 10 минут И профильтровали В каждый напиток Мы уже добавили По 30 грамм И хорошо перемешали Конечно же не забудем Про вторую часть напитка Как у классического ариша А именно сливочной пенки Но вместо сливок Мы будем использовать 30 грамм каймака Это густая татарская сметана Мы ее смешали С 5 граммами Сиропа из душицы Чтобы подчеркнуть Татарский характер Также напиток будет Украшен слайсом Карамизированной груши Окрашенной в синий цвет Дегустировать Татаришну нужно будет Большими глотками Чтобы захватить Обе части напитка Сам напиток будет Горячий А пена прохладная В букете Крем-брюлес Со стручковой ванилью А добавь Запеченное яблоко Шоколад Ром и изюм Тело сливочное Обволакивающее На послевкусие Финик Пожалуйста, для вас Пожалуйста Украшения немножко утонули Но они не повлияют На вкус напитка Итак, перед тем, как подать Строй напиток Вы пока записывайте А я расскажу вам Одну старую легенду Татарскую Которую нам рассказал Один из наших постоянников И посоветитель Работник Национальной библиотеки Давным-давно В ханстве жила Прекрасная царица Но ее сердце Было холодное И она не могла Испытать чувство Счастья, радости И любви Сколько бы внимания И подарков Не получала бы От своего хана И однажды Один мудрец Поведал Что растопить лед В ее сердце Сможет Смогут Заморские Фрукты Которые растут далеко На острове И чтобы их добыть Нужно Отгадать Самые сложные сказки Большой Хитрой змеей По имени Тузбаш И наш хан Ради своей любимой Отправился в путешествие И добыл для нее Эти фрукты Уважаемые студии Мы уже для вас Привезли Эти волшебные фрукты Которые Называются Салак Во вкусе Можно почувствовать Банан И личи На основе них Мы приготовили сироп По принципу Олеосахару Настояв при этом В течение 12 часов Мякоть Салака В соотношении К 1 к 1 Сахаром Панелла Сахар Панелла Мы выбрали Для того, чтобы Подчеркнуть Вкусовой профиль Напитка Ведь он имеет Послевкусие дыни В каждый напиток Мы добавили По 30 грамм Готового сиропа Салака И Панелла Этот напиток Называется Ханское сокровище Ведь для Хана Главное сокровище Не золото А улыбка Своей женщиной Так же, как и для нас Бористо Улыбка Наших гостей Мы нашли кофе Который идеально Подходит под концепцию Легенды А именно Колумбия Вергель От компании Ботаника Обработка Инфьюз Но с двумя Разными фруктами Лула И маракуйя Эспрессо Приготовленный На этом кофе Самодостаточный Но мы решили Ради эксперимента Соединить их В соотношении Один к одному И на наше удивление Получили полный Баланс кислотности Сладости и горечи Поэтому в каждый напиток Входит по 30 грамм Колумбия Лула И колумбия Маракуйя Который мы приготовили По рецепту 20 грамм Смолотого зерна За 27 секунд На выходе 60 грамм Как вы помните По легенде Эти волшебные фрукты Помогли растопить Лед в сердце Нашей царицы Вот и мы Растопили По 50 грамм Льда На каждую порцию С помощью паровика И смешали Со всеми Вышенными Причисленными Градиентами Такой способ Приготовления Напитка Называется Аэрокана Благодаря Аэрации Напиток Получает Воздушное Но плотное тело Напоминающее Нитро-кофе Чтобы Подчеркнуть Его Тропические ноты Мы также Охладим Этот напиток И добавив По 30 грамм Льда В каждый стакан В роль украшения У нас Идут Чайные розы Чтобы подчеркнуть Такие дескрипторы Как личи Консервированный Ананас Вяленый банан Вяленый банан Маракуйя И мандарин На послевкусие Шалфей И листья Смородины А также Абрикосовый джем Ой Извините Абрикосовый ликер Этот напиток Будет Очень желанным Потому что Его себестоимость Выше 200 рублей Но Когда гость его получит Он Почувствует себя Настоящим ханом Или царицей Уважаемые судьи Нам было очень приятно Вготавливать Сегодня для вас Напитки Также мы Приготовили для вас Дегастинцы Кучтенеш Это чак-чак И татарский чай И заберите Сречи Чтобы вспоминать О нашем выступлении Спасибо за внимание До свидания Или как говорят в Таташтане Сау-лога Время